Коллеги, начинаем один из самых рассмотреть подробно, один из самых гениальных циклов в истории фортепианной музыки. Музыки вообще — это сборник шедевров «Песни без слов» Мендельсона. И пройдем почти все, ну не все, по крайней мере, все тетради пройдем, от 19-го опыта до 102-го, до последнего. Но начать я хочу не с первой, а с четвертой, как самой миниатюрной, одной из самых, конечно, прекрасных и изумительных. Ну, сначала сыграю вступление. Играю с педалью сейчас, да? А теперь давайте смотреть, что без педали. Вообще, хочу, чтобы мы, опять же, все сначала смотрели без педали и обнаружили, насколько прекрасно рояль наш инструмент. В данном случае у меня простой пианино. Вот, на самом деле, способен творить чудеса без педали. Конечно, это все красиво очень с педалью. Еще раз, смотрите, с педалью сыграть, да? Я, конечно, хочу, чтобы у меня все это все равно полифонично звучало, да? Вот у меня левая рука такая, да? Вот у меня целая волторновая, да? Я куда перевожусь, сюда перевожу. Да? Вот эта ля не просто стоит, а ждет, чтобы перейти сюда, вот, да? И потом вот здесь еще такая артикуляционная лига у меня. И, наконец, вот эта удивительная фаза ЕС низкая, да? Ну, вот с педалью. Вот это. А что здесь у нас? Полифония в левой руке. Сейчас я показываю. Сейчас все посмотрим. Педаль у меня попуток. Вернее, беру я вот здесь. Заранее беру, как всегда, да? Берем педаль заранее, потом кладем на это. Держим, да? Поменяли в серединке. Не нужно менять раньше. Да. Поменяли здесь опять же. Вот здесь не надо менять, друзья. Нельзя здесь менять. Подмена здесь. Секунда боязни называется. Вот здесь. Изумительная вот эта, совершенно изумительная. Секунда корта. Вот этот. И вот зато здесь насладимся вот этим, этим басом, да? И, подойдите. Конечно. Тут же еще. И вот в этот момент еще надо услышать вот этот фа диез, да? То есть поменяли, поменяли, и слышим этот бас, да? Поменяли. Поменяли здесь. Здесь не меняем. Нет, здесь меняем тоже. Здесь меняем. Здесь меняем, да? Только не на каждую восьмой. Еще раз, да? Да. Здесь поменяли, и здесь поменяли. А здесь не надо менять. Нельзя по восьмушкам. Вот так нельзя менять. Секунда болеет, да? По гармонии меняем. Поменяли. Да, и здесь. А вот здесь можно. Держим левую руку, а меняем здесь. Да. Здесь. А здесь ничего не меняем. Это вот такое на четыре пиона, да? Вот такая педаль. Поменяли. Вот. Это я решил с педали начать. Да? А на самом деле смотрим без педали. Как устроено. Здесь, друзья мои, используем пыльцевую педаль обязательно. Вот ту самую, которую потом, как часто композиторы, потом нам показывают, что нужно. Вот эта пыльцевая педаль, она используется с самого начала. То есть это держится тоже как четверть. То есть у нас мелодия. То, ай, рю, ай, рю, ай, ри. Ля, ра, рим. Та, да, ри. И, ри, 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 ри. Да? Поэтому придерживаем пыльцевую педаль. Здесь, здесь восьмурчики, здесь, да? Ри. И учим. А здесь покачиваемся. Та-ди-да-ди. Все равно. А какой мотив внутри шестнадцатых? I love you too. I love you too. Ли-ди-ди. Ихли-би. По-немецки здесь хорошо, конечно. Ихли-би-ди. 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 Точная педаль. М-м-м. М-м-м. I хлеб. Та-ди-да-ди. Та-ди-да-ди. Та-ди-да. Средний голос игры. И все время у нас мотивчик чуть-чуть начинается второй. Да? Покачивание такое. То есть все время есть мотив внутри. I love you too. Если с умным форматом, это получится так. I love you too. I love you too. I love you too. I love you. Или по полтакта. I love you too. 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 Кстати, у меня не хватает руки. Я задерживаю ля. То есть я все время ля играю чуть-чуть, немножко как синкопированные. Красивая гармония. I love you too. I love you too. I love you too. Вот как в Одессе у меня звучит, да? Можно еще взять пятым пальцем более темно. I love you too. I love you too. Сейчас играю без педали, трогаем озвучание почти как на педали. Здесь я тоже использую. Не снимаю здесь. И вам не рекомендую. Да, мне рю. Это слишком школьно. Он имел в виду романтическую педаль здесь. И поэтому можем помочь ручной педалью. И на двойной репетиции я играю. На двойной репетиции. Дальше что? Замечательная инструментовка. Но сначала у нас будет тисфолторно во втором проведении. Сначала солируют кларнеты. У нас здесь золотой ход в левой руке. Сохраним его для второго предложения. Пульсируем восьмушечками, друзья мои. Вот они появляются. Как часто. Вот они и появляются, эти восьмушки. И потом вот эти внутренние восьмы существуют с самого начала. Прямо можем для ученика играть. И строим точку. Прямо можем играть на другом инструменте. Или выше на кларе. Помогайте. Это несущие восьмы и сам врач. То есть внутренние ощущаем. Солируем пока верхним. Все играет. Смотрите, как звучит без педали красиво. Все на двойной репетиции. Все тянется пальцами. Пальцами тянется. Обязательно секунда. Красивое разрешение. И вот теперь убираем правую и солируем левую. Что он и хотел, очевидно. То есть вот это удвоение в среднем голосе волторны. Слышим, причем слышим обе волторны. Вторую волторну тоже слышим. Правила золотого хода. Слышим вторую волторну. А правой рукой тише. Солирует. Сейчас средний голос. Волторна продолжает солировать. Средний голос. И опять кларнет. Перехватывает. Все трогаем без педали. У меня сейчас ноги под стулом. И вот восьмушки пошли. Но они у нас уже были. Пам-пам-пи-пам-кай-пам-пи-пам-на-дай-ри-пам-на-пи-ля-ри. Вот пошли. В левой руке полифония. Виланчери. Это альты вероятны. Виланчери ведут бас. На-ри. Вот здесь идет куда-то. В-р-э-ду. До-си-ля-с-о. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Да. Здесь тоже. Хор голосов. Да. Оркестровый. Поем. Р-р-р-р. За счет того, что я убрал все другие голоса, это сыграло пианисимо, и ми тоже пианисимо, а ре слышно, да, идёт в д, да, и здесь тоже, все голоса. Кажется, что это разрешение, а на самом деле это синкопа, синкопа, поэтому берём, потому что нам нужно здесь слышать, поэтому берём, это вот тот самый случай, перед этим вот это разрешение, а вот это синкопа, и это каждый раз, это уже со времён Моцарта разные вещи. Бой мы синкопа, поэтому слышим здесь, да, и вот очень важно, вот очень важно вот это ми. Пропускать его нельзя, потому что его нужно услышать вот здесь, вот здесь его нужно услышать, это ми, прям можно вписать его четверть, вот так вот, вот так вот, чтобы услышать замечательное совершенно задержание. Поэтому, а, прям солируем первым пальцем, смотрите, вот такая красота, вот такая, всё я делаю пальцами, вот смотрите, какая изумительная гармония, вот она ещё есть, она ещё есть, мы ещё слышим эту септиму, и вот она сейчас разрешится, да. Но если мы не возьмём ми в алторный, как самостоятельный голос, ничего не будет, здесь немножко ушли, услышали, вот услышали, разрешили, всё делаю, всё делаю, и вот здесь, в этой паузе, я слышу ещё пятый палец свой на ми, здесь, то есть это ми идёт сюда, в это ля, всё, всё, смотрите, ми переводят в ля. Да, да, изумительная совершенно, артикуляционные лиги, друзья, мы, сюда один, второй, полифония, м-м-м, вот эти лифонсандры относятся к фа-диезу, к фа-диезу, его надо услышать вот здесь, ну и немножко к до-диезу, они вообще не ко всей, а именно к фа-диезу, И вот здесь мы его слышим. И пошли. И дальше. Изумительная артикуляционная, артикуляционная лига, это значит, что активная тяжёленькая шестнадцатая, а это сильная доля без опоздания, без акцента. Оркестровое звучание, валторный, валторный здесь, здесь. Фортиссимо, конечно, имеется в виду восторженное ощущение, не столько сила звука, сколько сила чувства, восторга. Да, здесь, конечно, мотивчик такой. Скобочка означает начало мотива, а не разрыв легата, ни в коем случае. Ну, можно, кстати, внутри тогда поставить вот такие, да, чтобы было понятно, внутри. Их, и опять валторно заново. Тоже какая лига артикуляционная. Фраза-то идёт к ми, а большие мастера, именно всё на том числе, заканчивают перед этим. Лигу. И вот здесь очень интересная вещь, друзья мои, вот этот мотив. Это мотив, который использовал потом Вагнер. Как он не ругал Мендельсона, какие у него не сводились с ним счёты, а музыку у него заимствовал. А именно в Лоингрине. Вот этот мотив. Мотив, который взял буквально Вагнер, вот отсюда у Мендельсона. Без педали сейчас играю пятым пальцем октава. Здесь очень лёгкий первый палец, и тёмный, синий пятый палец в басу. Погладить, погладить это. Обязательно здесь и голос споёт, и кларнетик споёт это си. Чуть не захочет от него, погладит его, не захочет сразу с него сойти. И потом погладили си. И услышали бас опять, да? Услышали бас. Вот, кстати, вот авторская педаль. Вот я её, собственно говоря, вот как часто автор подтверждает. Вот эта педаль у него даже нигде не стоит, смотрите, нигде не стоят звёздочки. То есть на бесконечность. Вот я её же использовал здесь, да? Вот эта педаль. Хотя я только сейчас обнаружил, что автор это подтверждает, да? Ну и сыграем немножко с педалью. Вот это всё. Уже умеем без педали, поэтому можем... Музыка страстная и нежная. Прошу прощения. Чего я захотел? Хотел сдвинуть голос. Как будто это поздний романтизм. Нет, здесь доминант. И уходим. Но движемся. Ни в коем случае нельзя. Поэтому обязательно внутри, внутри, внутри доведут восьмых. Поэтому мне вот такое ощущение восторга, движения. Восторжено ли? Признание в любви к природе и к миру. И одновременно грусть, и ностальгия. И счастье. И теперь в авторные. Идём. Идём. И я уже ощущаю восьмушечки. И вот они уже появились. И вот они вышли в звук. Восторженного. Всё. Восторг природы. И благодарность. Благодарение. Ми. Задержание. Ри. 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 И опять восторг. Н. Н. Пропустил, кстати. Ре. 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 Вот. М. Это тонкая педаль. Дальше. Синкоп. Очень важная синкопа. Я её в прошлый раз не отметил. Вот она. Синкопа. Хотя кажется, что разрешение. Кажется, что это слабее. Ничего подобного. Это синкоп. Её надо слышать вот здесь. Здесь синкопа. Вот здесь. Вот она. Вот она. Вот она. И восторг. Опять восторг. Куда приводит счастье из... Непрерывный восторг. Непрерывный восторг. Непрерывный восторг. И вот она. Вот она. Зигфрид появляется. Лейнгрин, вернее. Даже можно не делать вот эти вилочки. Можно, наоборот, сюда прийти на три пьяна. Смотрите. Очень красиво здесь. Два пьяна. Два пьяна настоящие. Два пьяна. И уходим на три пьяна. То есть тихая кульминация. На три пьяна уходим. О, я здесь даже не поменял в этот раз. Когда мы три пьяна, можно на одной педали, на одной и можно. Красиво. Поменяли только здесь. Да, вот этот вариант педальный. При должном исполнении фактуры. Если мы, наверное, на три пьяна продолжаем. Три пьяна, да, здесь можно не менять. Меняем только здесь. Да, еще раз. Еще раз. Приходим куда? Без вилочки. Даже, наоборот, обратную вилочку можем. Кстати, часто смена на обратную вилочку очень хорошо работает. Обратную вилочку делаем. И пьяна нежно, нежно, нежно. И тогда здесь не меняем. Меняем здесь. Вообще педаль может быть очень тонкая. И вот здесь поменяли. И уходим на четыре пьяна. И уходим. Еще уходим. И уходим. И на бесконечность. Я здесь держу руками. А можно? Потому что, почему я хочу? Потому что я хочу чистенько снять. Вот еще держим, еще держим. И снимаем вместе с педалью. И поэтому всегда будет чисто. Снятие будет без этих самых. Уходим здесь на пиани, и мы уходим на четыре пьяна. И уходим совсем. Прощание. Ну, вот такая работа с этой маленькой страничкой гениальной Мандельсона.